Сегодня в очередном ленинградским композиторам, творчество которого, судя по письмам, «Вы все хорошо знаете и любите» с Андреем Павловичем Петровым. Композитор Андрей Петров – автор многочисленных симфонических, камерных, вокальных, инструментальных, эстрадных произведений, музыки для театральных спектаклей. Известные его балеты «Сотворение мира» и «Пушкин», оперы «Петр Первый» и «Маяковский начинается», с успехом идут сегодня на сцене Кировского театра в Ленинграде. Но наиболее любимый зритель – его музыка кинофильма. «Я люблю работать в кино», признается сам композитор. Большинство фильмов с музыкой Андрея Петрова снято крупными режиссерами киностудии имени Борького и Мосфильма. Именно в Москве родились творческие содружества композитора Злии Данелия, Ильдаром Рязановым, Станиславом Ростоцким, Игорем Гостевым. Давайте сейчас немного пофантазируем и представим себе, как все это происходило. Что, если это было так? Много лет назад, когда Андрей Павлович работал стажем над балетом «Сотворение мира», раздался звонок с киностудии «Мосфильма». И режиссер Лье Данелия пригласил Андрея Павловича работать вместе. Да, мне это интересно. Вот что пишет в одной из своих статей воспоминаний режиссер Данелия. «Я стремлюсь, чтобы то, что не удается выразить в сценарии и показать на экране, создавалось музыкой. Если бы музыка рождалась вместе со сценарием, насколько для меня было бы легче. Жаль, что из-за вечной занятости Петрова такое невозможно». Разговариваем мы обычно за роялем, ищем ритм, стучим по клавишам. Я тоже пытаюсь что-то изобразить. Петров морщится, но как человек деликатный, молчит. С тем, что мы обговорили, Петров уезжает к себе в Ленинград. Но потом он привозит нечто совсем другое, лучшее. Возможно, когда Андрей Петров работал над оперой «Петр Первый», вновь раздался звонок из Москвы. И кинорежиссер Станислав Ростоцкий предложил Андрею Павловичу написать музыку к его новому фильму. «Прекрасная тема, и это мне очень интересно». В одном из своих интервью Станислав Иосифович вспоминал. «Я просил композитора написать музыку не просто исторгающие слезы, а глубокую и мелодичную. Но в первый раз, услышав все то, что написал Петров, я даже несколько растерялся. Он обрушил на меня такое количество музыкальных тем, такое сочетание инструментов, что из этой щедрости пришлось выбирать, убавлять, сокращать. На мой взгляд, в фильме есть несколько мест поразительных по музыкальному звучанию. Например, эпизоды погони Бима за машиной и за поездом. Как и Петрову, мне жаль, что в фильме пришлось отказаться от песни, хотя песня звучала прекрасно. Конечно, вероятнее всего, все было совсем иначе. Но вот сейчас попробуем себе представить телефонный звонок, который состоялся наверняка. И не так уж давно. Шла работа над музыкой Валету Пушкин. Андрюша, здравствуйте, это Ильдар. Андрей, у меня тут вызрела новая затея, и я сейчас запускаюсь в производство. Если вы стоите, лучше сядьте, потому что сейчас я вас ошарашу. Я просто хочу поставить драму, и больше того, классическую драму. Я просто намерен осуществить постановку «Беспреданец» Александра Николаевича Островского. Это будет, в общем-то, музыкальная картина. Нет, не мюзикл, а картина, где будет много музыки, будет много песен, романсов. Я даже картину хочу назвать «Жестокий романс». Да, ну, как всегда, я весь в работе, в другой эпохе, в другой стилистике. Но предложение очень заманчиво, и мне это очень интересно. И вновь ставший уже привычным путь. Ленинградский на студии Мосфильм, зал записи музыки. Мы встретились с композитором на киностудии Мосфильм в один из дней, когда он записывал музыку к новому фильму. Андрей Павлович, Вы написали музыку более чем к 40 фильмам. Скажите, пожалуйста, как пишут музыку для кино? Ну, в общем, каждый композитор пишет по-своему, и у каждого композитора свои какие-то принципы. Я вот спрашивал у своих коллег, у друзей, которые много работают в кино, и, в общем, у всех по-разному. И обычно это складывается не сразу, а в работе. Я, в общем, так всерьез заинтересовался кино и, естественно, и музыкой в кино еще в студенческие годы. И тогда, в общем, я не очень себе отдавал отчет, как это все делается, и как, в частности, работают композиторы в кино, какие они ставят задачи. И поэтому, когда я писал музыку к своему самому первому фильму, это был такой забавный и веселый фильм «Мишель и Мишутка» о адресированных медведях Филатова, это, так сказать, старался, в общем, на эти 30 минут написать, ну, такую живую, озорную, веселую музыку, которая бы передавала вот и атмосферу этого фильма, и атмосферу тех вот веселых и шуточных событий. Но потом вот с годами уже, работая с разными режиссерами и сам обращая внимание на то, как музыкально сделаны многие фильмы, и советские, и зарубежные, в том числе знаменитые, известные фильмы, вот я лично пришел к такому, ну, что ли, принципу, к такой манере, что для меня самое главное в фильме – это найти ее главную музыкальную тему, на которой, в общем бы, строилось основное музыкальное решение. То есть, чтобы эта тема была бы своего рода такой музыкальной, визитной карточкой фильма. Потом была работа над полнометражным фильмом «Человек-амфибия». Ну, там получилось так, что там в процессе съемок этой довольно технически сложной картины менялись режиссеры, и я был, в общем, во многом предоставлен самому себе. Поэтому я, в общем, так сказать, писал так, как мне хочется, и что мне хочется. Вероятно, там написано было чересчур много музыки, не очень была четкая музыкальная драматургия. Очень многие музыкальные мелодии вот так были брошены и неразвиты. Но, тем не менее, я считаю, что эта работа для меня была очень полезной и была знана для меня очень в такой богатой школе. КОНЕЦ Уходит рыбак в свой опасный путь, прощай, говоришь, и нет. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать по вгле, в синий прохладный вгле, Чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шупеть вода, будут лететь года, И в белых туманах скроются черные камера. КОНЕЦ ПОХТИС ПОХТИС фильмов. Путь к причалам, я шагаю по Москве, принимаю бой два воскресенья, внимание черепаха, попутному ветру синяя птица. Запомнилась мне работа над картиной Старая-старая сказка. В этом добром и остроумном фильме участвовало много замечательных актеров. Кстати, в нем впервые снялась главной роли и совсем юная Марина Ниелова. В этом фильме много веселых песен и танцев. Справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ай-два, ай-два левой, ай-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что деньги в карманах звенят на ходу, так это и вовсе хорошо. Ха-ха! Субтитры создавал DimaTorzok Чего шумите? Чего шумите? Принц? Никак нет, солдат. Солдат? Так точно. А вот эти все ожидающие принцы, женихи, и то по очереди пускаем. У нас, чтоб ты знал, принцесса на выданье. О, ну, папаш, я этим делом не интересуюсь, потому как холостяком родился, холостяком и помру. Ну, тогда провалим. Здесь солдат не надо. Королевство у нас маленькое, в армии одни генералы. Да не нужна мне эта армия-то, я на свой капитал проживу. Хе-хе-хе, знаем мы, какой у солдаток капитал. Ага, а это вот видал? А? А вот это вот видал? Ну, это совсем другой разговор. Ну, а чего же? Виза у тебя есть? Нету. Тогда все в порядке. Проходи. Стой! Стой! Ха-ха-ха! Ты что? Ты что, с ума сошел? А ну, марш с дороги! Марш с дороги? Подумаешь, принцесса! Да, принцесса! Вот именно принцесса, так что веди себя потише. Тебе что, давно голову не отрубали? Ха-ха-ха! Слушай! Чего? А что ж твоя принцесса от людей прячется? Она что, кривая или косая? Ха-ха! Дурак, идиот! Х-хулиган! Х�-ха-ха! Субтитры подогнал «Симон» Готовя эту программу, наша съемочная группа побывала на одной из репетиций авторских концертов композитора в Ленинграде. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, дождь или снег, любое время года, надо благодарно принимать. От звуки души смену лет, закаты и восходы, да? В сердце одиночество печать и бессоннец, горести и всходы. Надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Я считаю, что музыка вообще великая земная радость. И то, что это людям дано, это вообще, так сказать, наше, как говорится, великое богатство. Я с музыкой Андрея Павловича впервые встретилась, ну, уже как соучастница, что ли, преступления. Впервые встретилась, когда я была совсем еще юной актрисой. Он написал дивную музыку к спектаклю Театра Ленинсовета «Ромео и Джульетта». После этого я только внимала и слушала, что Андрей Павлович писал для других и, значит, завидовала. Прошло сколько-то лет, не скажу сколько, в служебном романе мне довелось спеть песни Андрея Павловича, которые тоже звучали за кадром, но, тем не менее, они составили тоже некую душу моего персонажа и даже в некоторой мере фильма в целом. И после этого они стали так популярны, что я, честно говоря, даже немножко огорчилась, потому что, когда я, допустим, в концерте выходила на сцену, бывали даже такие анекдотические случаи, когда кто-то из зала кричал «Спой, у природы нет плохой погоды, и спасибо, и больше ничего не надо». Это, так сказать, та крайность, которая актерам не в радость, но, тем не менее, свидетельствуют о необыкновенной популярности этих песен. Мне кажется, что вот какая-то удивительная доброта музыки Петрова, она составляет вот этот вот, понимаете ли, ауру какую-то вокруг его мелодии. А вечером мы пришли на концерт Андрея Павловича Петрова в концертный зал Октябрьский и перед началом встретились со зрителями. Скажите, пожалуйста, вы случайно попали на танцер, или специально? Нет, хотела специально попасть. Скажите, пожалуйста, чем вам приобретает вас музыка Андрея Павловича? Ну, в своей музыке очень мелодичность, задушевность, всегда, в общем, его музыка всегда трогает. Всегда как-то очень близка, по настроению бывает. И соответствует, наверное, настроение бывает хорошее, настроение бывает плохое. Так и музыка, вероятно, его как-то отвечает этим требованиям. Вы все фильмы с его музыкой смотрели? Ну, большинство. Может быть, не все, но большинство. Какая музыка вам ближе, не запомнилась больше всего и понравилась? Из-за вращения огня и жестокий рампус. Скажите, пожалуйста, вот вы идете когда в кино, что вы ждете, если вы уже знаете, что композитор Петров, что вы ждете от этой музыки? От этой музыки, ну, прежде всего, что-то такого вот необыкновенного, возвышенного. Вот больше я к нему отношусь как к композитору такому лирическому. И что-то вот его музыки, вот, ну, мне вот эта музыка, как-то она близка, потому что, вот, если сказать честно, просто хочется жить. Вот когда вот слушаешь его песни, его музыку. Скажите, пожалуйста, а вот какую бы вы себе представили передачу о творчестве Андрея Павловича Петрова? Интересно узнать все, потому что, вот, судя по моему мнению, он очень разноплановый композитор. У него очень разноплановая музыка и классическая, современная и старинные вот эти романсы. Просто это все в одном человеке, это, в общем-то, редко. Вы пришли сюда, чтобы услышать музыку. Вам что, нравится этот композитор? Да, это мой любимый советский композитор. Чем он вам нравится? Вы знаете, правдивостью, искренностью в своем искусстве. Ну и, конечно, своим личным обаянием сам Андрей Петров тоже мне очень нравится. Какие вам фильмы с его музыкой больше всего запомнились и понравились? Служебный роман. Но больше всего мне нравится музыка, под которой объявляют ленинградскую погоду. Скажите, пожалуйста, а вот вы знаете такую программу музыки, театра и кино? Я знаю такую программу. Если бы вам пришлось в этой программе встретиться с композитором Петровым, какой вы себе представляете эту программу? Конечно, хотелось бы узнать о его жизни, о том, что стоит за кулисами его творчества, ну и послушать побольше песен с участием, привлекая всевозможных артистов, эстрады, кино. Хочу сказать, почему волнует его творчество. Ну, считается, что молодых волнует что-то другое, там только рок или только диско, но это не так, потому что его музыка действительно волнует все поколения. И я с большим удовольствием сижу и слушаю, наслаждаюсь буквально этой музыкой. Скажите, пожалуйста, вы ленинградцы или вы приехали в гости ленинград? Ваше музыка. Приехала с Мурманска отдыхать. То же самое из Мурманска. Я из Архангельска. Из Северного Казахстана, как читав. Видимо, вас объединяет вообще, у вас есть то, что вы любите москву, динам, как вы пришли на сегодняшний концерт, да? Скажите, пожалуйста, вот чем вас привлек сегодняшний концерт, афиша этого концерта? Ну, во-первых, музыку у Петрова все знают. Особенно чудесные романсы из последнего фильма «Жестокий романс». «Гараж», потом «Служебный роман». Ну, еще много, конечно, фильмов. Чем вам нравится именно музыка? Ну, во-первых, песня, вернее, музыка очень заступная. И приятно послушать, отдохнуть. Музыку Андрея Петрова, во-первых, ее невозможно спутать с музыкой другого композитора, что в последнее время, к сожалению, такая тенденция, что штампованные мелодии, и именно вот эта самобытность, оригинальность музыки привлекает зрителей. И я считаю, что это счастливая случайность, что я попал на этот концерт. В это время за кулисами готовились к выступлению артисты. И, как это часто бывает перед концертом, конечно же, волновались. Волновался и Андрей Павлович. Ну, вот, концерт начался. На сцене Ленинградский государственный концертный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Анатолия Батхина. Звучит пьеса «Утро» из фильма «Служебный роман». «Служебный роман» 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 «Служебный роман «Служебный роман» 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 В этот вечер в концерте участвовали многие артисты, друзья, коллеги композитора. Они пели, вспоминали, шутили. Вот у меня есть тайная мечта, я хочу просто воспользоваться тем, что Анатолий Семенович Батхин, по-моему, замечательный дирижер, но я вот обратил внимание, что когда играли музыку, значит, оркестр играл музыку из фильма «Служебный роман», он просто ушел в угол и смотрел на экран, значит, и оркестр сам играл, а он смотрел на экран. Я думаю, ну неужели у меня так не получится? Анатолий Семенович, вы мне, может, эта самая мечта может исполнить, дайте мне подирижировать вашим оркестром. Вы понимаете, сложность только одна. Вам по масштабу героика Бетховена. У нас программа Андрея Петрова, если вы согласитесь, пожалуйста. Я очень ценю вашу доброту, но поскольку вечер Петрова, я, значит, попробую... Значит так, товарищи, вы меня, значит, я сейчас попробую, ладно? Вы не обессудьте. Самое главное, чтобы была в руках палочка. Значит, я думаю, что мы попробуем с вами, значит, сейчас сыграть что-нибудь... Самое известно, то, что главное, чтобы я знал и чтобы я попадал в такт. Поэтому я шагаю по Москве. Пожалуйста, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я вам должен сказать, что я с удовольствием приехал на эти два дня в Ленинград, потому что Андрей Павлович Петров, мой просто близкий друг, единомышленник, соавтор восьми моих картин, вот сейчас мы замахнулись на девятую. Мы понимаем друг друга с полу намека, с полуслова, вообще, так сказать, работать с ним невероятно приятно. И я рад тому, что судьба меня свела с этим прекрасным художником. Мои режиссеры, я бы мог так назвать вот тех режиссеров, пусть, может быть, с одним я сделал много фильмов, с другим немного, но те режиссеры, которые, в общем, как-то оказали на меня очень сильное влияние, и это потом отразилось в моей работе и с другими режиссерами тоже. Первым из этих людей, я считаю, Георгия Данелия. Вот это, конечно, была для меня счастливой встречи с ним, потому что она была в самом начале моей работы в кино, и, в общем-то, второй полнометражный фильм, который, так сказать, я делал как композитор, это был фильм Данелия «Путь к причалу». Вначале он меня просто ставил в тупик своими творческими задачами, потому что, когда я его спрашивал, какая должна быть музыка, сколько номеров, в каком характере, скажем, более героическое или более клиническое, он говорил только три слова. Нужна хорошая мелодия. Я вот это вначале долго не понимал. Потом я понял, что, в общем, хорошая выразительная мелодия, она даже может в какой-то степени идти в разрез с атмосферой и настроением фильма, потому что, как правило, хорошая, красивая мелодия, она гораздо более ёмкая, так сказать, по своей, что ли, образной сфере, чем это может, так сказать, показаться на первый взгляд и может, так сказать, выполнить очень много различных задач. И вот мы очень долго, я искал вот эту тему, ту самую тему, которая в этом фильме стала, в конце концов, песней о друге, песней со свистом и темой, которая, в общем, прошла через весь фильм и определила этот фильм. А такая же история была, в общем, и с главной темой фильма «Я шагаю по Москве». Это тоже долгие, комучительные поиски, пока, наконец, вот не появилась эта основная музыкальная тема. Потом Геннадий Шпалликов написал уже на музыку стихи, и в конце фильма она уже звучит, как песня. Занелли работать очень всегда трудно и комучительно, потому что он комучает и себя, и оператора, и актёров, и композитора. Ему нужно всё проверить, так сказать, не только, ну, так сказать, на бумаге заранее, но и, в общем, всё услышать, увидеть на экране, и только после этого он может сказать, а получилось это или нет. «Я шагаю по Москве» «Я шагаю по Москве» Другой режиссёр, Иван Александрович Пырьев, мне с ним, так сказать, посчастливилось сделать только один фильм «Свет далёкой звезды». В этом отношении он, так сказать, может быть, более лёгкий режиссёр, потому что у него с самого начала полная ясность и полная чёткость к заданию. Он знает, какая должна быть музыка, где она должна звучать, сколько по длительности. И, как известно, он, снимая фильм одновременно, его и монтировал, тем самым, так сказать, облегчал и задачу композитора. Но, может быть, вот эта такая заданность, так сказать, всех компонентов где-то, может быть, и сковывала фантазию композитора, сковывала его поиски, и, может быть, так сказать, не давала, в общем, возможности к появлению каких-то неожиданных счастливых находок. Очень интересно было у меня работы, скажем, с Занилом Храбровицким, наверное, фильмом «Укращение огня». Вот он, в общем, где-то исповедовал принципы Пырьева, но, может быть, в более такой свободной форме. Для фильма Станислава Иосифовича Ростовского «Белый бим, черное ухо» я тоже писал музыку, но к этому времени, может быть, потому что я уже считался опытным кинокомпозитором и уже сделал целый ряд фильмов с известными советскими и даже зарубежными режиссерами. Но он как-то, в общем, высказав мне свои основные пожелания, он как-то так, в общем, больше ждал, что я ему предложу, что я напишу. Я работал с огромным увлечением, потому что вообще, надо сказать, что все в группе, когда снимали этот фильм «Белый бим, черное ухо», они были все в состоянии какого-то подъема и огромной увлеченности. И, конечно, это все шло от самого Станислава Ростовского, потому что это человек, который, когда вот он снимает фильм, он настолько, в общем-то, сказать, увлечен и настолько верит и считает, что это вот сейчас самая главная тема в искусстве, к которой он обратился. «Бим, миленький! Куда вы, нельзя? Домой! 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 Домой!» КОНЕЦ 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 Ну, на минуточку, откройте, пожалуйста. Девушка, не могу, не положим, ну, не могу. Ну, открой ей, открой Ну, а ты-то чего? КОНЕЦ Скажите, а когда первая остановка? Только часа, час полтора. Поезд скорый. КОНЕЦ Еще очень важно, как складываются контакты у композитора с режиссером. Еще просто от того, насколько они близки по темпераменту, по характеру, по манере своей работы, по доверию творческому. И, может быть, для меня самой идеальной, самой свободной, раскованной формой общения с режиссером оказалась работа с Александровичем Кризановым. А потому что тут какое-то сочетание. С одной стороны, достаточно точных режиссерских заданий. А с другой стороны, достаточно свободы для композитора. Далеко не все, что я пишу Эльдору Александровичу нравится. Но процесс поисков импровизации, эксперимента, он в разумных дозах, что позволяет направлять все это по нужному руслу и в нужном направлении. И я считаю, что наша работа с ним всегда при всех сложностях, которые бывают, иногда при спорах, иногда при каких-то минимальных разногласиях, но всегда мне доставляет какую-то настоящую радость творческого общения. О, вы, хранящие любовь, неведомые силы, Пусть невредим вернется вновь ко мне, мой кто-то, милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно отчего-то, Клянусь, что все бы я отдал на свете для кого-то. На свете для кого-то, клянусь, что все бы я отдал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доброе утро. Андрей Павлович, вот скажите, пожалуйста, как вы начинаете слышать, ну, вот какую-то главную мелодию, лейтмотив, я не знаю, как это можно назвать, интонацию музыкальную вот этого произведения, как это, от чего рождается, как это происходит? Вы ее слышите или чувствуете? Я ее больше чувствую, это значит, ну, как бывает так, переводная картинка, ты так вот ощущаешь контуры, ну, надо еще, так сказать, ее сочинить, но контуры уже где-то вот ощущая какую-то атмосферу, настроение какие-то, какие-то даже, может быть, отдельные какие-то ноты, а остальное это уже в процессе работы, потому что, конечно, экран мне очень помогает. Да, вот влияет ли на вас выбор артистов, которые играют, просмотр снятого материала? Да. Может это изменить ваше представление, ваше ощущение, которое возникло первоначально от сценария? Да, безусловно, потому что очень часто, когда я уже вижу отснятый материал, для меня очень многое бывает и неожиданным, или, так сказать, я представлял по одному, так сказать, потом как-то все это оказалось по-другому. Скажем, Кирилл Лавров в роли Башкирцева в фильме «Укращение огня», конечно, оказал влияние на характер, на звучание орхестровой, вот той основной темы этого фильма. Кирилл Лавров в фильме «Укращение огня» Кирилл Лавров в фильме «Укращение огня» 30 секунд Полет нормальный 35 секунд Все параметры в норме Есть выключение двигателя третьей ступени Есть разделение объекта с носителем И вот я думал о том, что, скажем, в фильме «Берегись автомобиля» вот если бы играл не Смоктуновский, а как вначале предполагалось… Юрий Никулин Юрий Никулин Повлияло вот на характер музыки и в частности конкретно вот на тему вальса Когда мы сняли материал «Берегись автомобиля», то есть тем самым деточким, у которого занятие идеи его существования было явно ложной и понято, то явно не хватало какого-то такого внутреннего сожаления по поводу того, что «Ах ты такой славный, милый, простой такой бедолака, а ты многого не понимаешь»… Хотелось бы, чтобы был привнесен еще какой-то… Какой-то пласт, измерение, которое бы явно настораживало и настраивало зрителя на, так сказать, на «сожаление, что ли, этому герою», что ничего не получится у тебя хоть ты будь, ну что ли, ещё втрежды славнее и добрее… Потому что идея изначально, она уже, хотя и построена на добрых началах, она не верна. И что говорить, мы все с тревогой ждали музыки Андрея Петрова, когда он просмотрел материал. И тогда, когда пошла буквально первая аккорда музыки, когда я первый раз слушал ее, вот это... Я сейчас плохо воспроизвожу, очень давно уже не слушал ее, но тем не менее, внутри этой музыки, в сути этой музыки, было какое-то соучастие с этим героем, какое-то сопереживание. КОНЕЦ Здравствуй, Люба, я вернулся. Товарищи, побыстрее заполняйте машину, не скапливайтесь в хвосте. Юрий Иванович, вход в троллейбус с другой стороны. Иду. Андрюш, вот у меня к вам такая просьба. Вот вы можете сейчас представить себе, что меня тут нету, и вы рассказываете какому-то человеку о том, как вы только что вернулись из Москвы, где вы сдавали музыкальные эскизы и песни режиссеру Рязанову и музыкальному редактору Лукиной. И как они над вами измывались. Ведь это же телезритель не знает, что мы с вами там проделываем. Да, значит, вас нет. Меня нет. Ну, обычно, как всегда, я делаю вцепительное слово по поводу того, что я очень плохо играю, но играю на рояле и не пою. Хотя и Эльдар Александрович это уже прекрасно знает, и Раиса Александровна тоже. Но вы знаете, Андрей Павлович, привыкнуть к этому всё равно невозможно, потому что всё-таки как-то кажется, что композитор, ну, если не петь, то хоть играть-то должен хорошо, роскошно. Вы совершенно не умеете продавать свой товар, вы не умеете его завернуть в целлофан, грубо говоря. Вот именно поэтому я и каждый раз, значит, ещё и ещё раз делаю такое вцепительное слово. А после этого, значит, я начинаю, скажем, если это песня, то я, значит, опытаюсь её как-то напеть. И как только я, хоть какой-то случайно неправильно произношу слово в тексте, Эльдар Александрович сразу говорит, неправильно, а не то слово. Ну, естественно, я разбиваюсь, и всё начинается сначала. Когда, значит, мне удаётся как-то произнести весь текст, правильные все стихи, я считаю, что, в общем, уже это, так сказать, какая-то заслуга. Значит... Часть победы, скажем так. Да, но только первая, потому что после первого исполнения, значит, я знаю, что меня попросят сыграть ещё раз второй, третий, потом попросят сыграть отдельно мелодию на рояле уже, так сказать, без слов. А потом, значит, Эльдар Александрович и Раиса Александровна попросят у меня стихи отдельно и попробуют петь сами вместе со мной. А потом Раиса Александровна скажет, что вот это место ей напоминает, и спросит меня, напомните мне, что напоминает это место? Я говорю, я не знаю. Тогда Раиса Александровна обращается к Эльдару Александровичу. Эльдар Александрович говорит, я не знаю. Нет, вы знаете, Эльдар Александрович, на что оно похоже, на что оно похоже. И вот мы все сидим и вспоминаем, значит, на что похоже какое-то одно место. Иногда мы вспоминаем, иногда нет. Ну, тем не менее, значит, нужно отдать должное Эльдару Александровичу, поскольку он сейчас сидит здесь. Нет, тем не менее, я хочу сказать, якобы. Чем вы можете объяснить вот наше такое совершенно варварское отношение к вам? Почему мы вас так мучаем и так заставляем много раз играть, петь и так, и сяк, и в ритме вальса, в ритме марша, в ритме медленном, быстром и так далее? Как вам кажется, почему? Я думаю, мне кажется, потому что вы верите, что, наверное, в результате это будет хорошо, сказал он скромно. И для того, чтобы приблизить этот момент, когда вы, наконец, это все услышите в полной красе, вы просите меня сыграть еще и еще раз, чтобы... Я могу объяснить, почему. Во-первых, ну, так сказать, Раиса Александровна, она профессионал, она музыкальный редактор, она, так сказать, понимает сразу. А я не профессионал, я дилетант, я совершенно не понимаю. И я знаю только одно, что когда мне играет уже знакомая мелодию, она мне сразу нравится, потому что она знакомая, понимаете, я уже ее когда-то напевал. И я, например, много раз прошу вас, чтобы вы сыграли, для того, чтобы просто привыкнуть к музыке, понимаете. И когда вы ее играете в десятый раз, она мне уже кажется знакомой, и она мне начинает нравиться, понимаете. Это очень просто. Я вам просто сейчас открыл секрет. Владимир Александрович, ну вот то, что был первый ваш фильм большой, был «Карнавальная ночь», это просто весь пронизанный музыкой. Это случайность или вот... Случайность. Случайность. То есть то, что это музыкальный фильм и... Это просто настолько случайность, это все... То есть я его делал просто из-под пылью вскопалки, грубо говоря. Как вы думаете, это вот, это, если бы вы не сняли «Карнавальную ночь», то музыка все-таки в ваших фильмах имеет очень-очень большое большое значение. Вы знаете, музыка была бы, я думаю, не зависимо. Все равно, да? Потому что у меня так, у меня не было слуха, не было голоса, но, как пела душа, сказал он очень красиво. Нет, я просто очень любил музыку, понимаете, любил слушать ее. Значит, она мне плохо давалась, я мелодию запоминал далеко. Вот стихи я запоминал, вот прочитаю один раз стихотворение и запоминал, а мелодию нет. Вот это надо было много раз услышать, прежде чем я ее запомню. Александр Александрович, ну а все-таки вот все фильмы, вот, может, исключая, может быть, немножко жестокий романс, но хотя тоже, в общем-то, музыка сделана через жанр романса, который тоже относится, в общем, к бытовой музыке, то есть, в общем, к лехой, хотя там романсы именно серьезные стихи, и, в общем, такие печальные, и драматические. Ну вот, если вы будете снимать вот фильм по Булгакову, то... На Мастера Маргарита? Да, то, как вы думаете, вот, просто, вероятно, там музыка должна быть, с одной стороны, может быть, так сказать, при всей легкости, то есть, там, вероятно, должно быть все, там должно быть, не знаю, там и что-то от музихола, и от цирка, и от эстрады, и от джаза, но в то же время, там должны быть какие-то пласты очень серьезные, то есть, почти такой баховской музыки, которая очень глубокая и очень такой симфонической. Вы, вот так, вам это не приходило в голову, что там нужно будет идти, скажем, композитор, который это будет делать, уже по каким-то новым, а дорогам, а для вас, а для ваших фильмов. Ну, вы знаете, тут просто-напросто, мне кажется, что музыкальный строй, то есть, должен диктовать роман, а в романе, в общем-то, есть, ну, как бы, три пласта, что ли, я бы так сказал, главных, так сказать. Вот трагическая тема, которая должна быть очень проникновенной, человеческой, это тема мастера, значит, и она, как мне кажется, должна обязательно перекликаться, так сказать, с той темой, которая происходит в древности, с Ишуа, Понтием Пилатом, со всей этой, так сказать, библейской историей. Вторая задача, это, так сказать, эксцентрическая дьяволиада, понимаете, вот эта вся история с Воландом Коровьевым, Котом, там, Валу Сатаны история, значит, мне кажется, что здесь должно быть обязательно что-то хулиганское, так сказать, и с примесью, так сказать, хулиганской электроники, даже я бы так сказал бы, в музыкальной оркестровке, понимаете. И третий пласт, это, как мне кажется, в общем, музыка бытовая, понимаете, музыка, так сказать, тех лет, музыка НЭПа, музыка, так сказать, там, нашего общества в конце 20-х годов, которая просто носила бы какие-то бытовые, реалистические, конкретные характеристики, персонажей. Да, уже стилизация такая. Стилизация такая, что ли, понимаете, там, Чарлистоны, или уж там, я не знаю, что в то время, так сказать, пели, плясали. Вот мне кажется, что музыкальный срез этого фильма, если он когда-нибудь состоится, должен состоять, вот, мне кажется, из такого микста, из такого какого-то единого слияния. Я, так сказать, о музыкальном решении этой вещи пока не серьёзно не думал. Да, я понимаю. Понимаете, до этого как-то дело не дошло. А как вы относитесь? Вы меня спрашиваете, это потому что вы сейчас пишете симфоническую поэму, так сказать, на тему этой книги. Я уже написал. Вы же даже уже написали, да? Я написал, да. И сколько минут идёт это? Полчаса. Полчаса, да? А как называется? Называется «Мастер и Маргарита» по прочтению Булгакова «Фантазия для оркестров». Это типа так фантастической симфонии, но мне не хотелось слова симфония. Сайт Шананюшка так у нас ассоциируется с чем-то таким академическим, а тут именно фантазия. Ну вот интересно, вот вы писали, я уже, так сказать, я вам сейчас это говорил, в какой-то степени это совпало с вашими ощущениями, когда вы писали эту фантазию? Да, но естественно, по какой-то всё-таки жанр симфонической музыки, естественно, там это в более обобщённых планах. Там, скажем, нет бытовых, вот скажем, каких-то эпизодов, хотя есть звучание там, и некоторые джазы звучания, и таких вальсов салонных. Андрей Павлович, скажите, пожалуйста, а у вас вот когда, у самого, когда вы видите снятую песню на экране, вот она снята, какие у вас это чувство вызывает, как у автора? Мне больше нравится, когда песни звучат за кадром. Правда, да? Да, когда, так сказать, нет самого процесса исполнения, потому что мне кажется, что тогда вот вся изобразительная сторона, которая может быть очень свободной, и, так сказать, желательно, чтобы она, так сказать, не вступала в какую-то в иллюстрацию текста, расширяется вот всё это звучание, вот какое-то настроение песни, и содержание становится более ёмким. Но я это заявляю не категорическим образом, потому что, естественно, я принимаю, и мне нравятся и те случаи, когда песня исполняется в кадре, но она должна быть, ну, так сказать, стопроцентно естественна, что ли. Прощай, любить не обязуйся, Как ты любил, ты пригубил, погибели не в этом дело, Как ты любил, ты погубил, но погубил, так неуменно, так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, Но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, А напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, С ума схожу и льва схожу, К высокой степени безумства, А напоследок я скажу. Скажите, Андрей Павлович, вот я вам скажу, что меня, в общем, вот поражает у вас. Я, мы уже много ведь картин сделали, восемь картин, сейчас мы с вами начнем делать девятую картину, но эта работа еще впереди, и каждый раз открываетесь для меня с новой стороны, понимаете, при том, что вы остаетесь при этом самим собой. Илья Александрович, я только могу сказать, что я считаю, в общем, для любой профессии в искусстве самое страшное – это повтор. Это вы боитесь повторяться? Очень. А повтор и перепевы самого себя, особенно, когда ты на чем-то имел успех и есть, так сказать, соблазн, и тебя часто толкают на это. Скажем, после фильма Гии Данелли «Я шагаю по Москве», у меня было, ну, буквально десятки предложений от режиссеров, где-то со сходными, так сказать, темами такого жанра лирической комедии. Да, инерция мышления, вообще, инерция мышления невероятная. Да, и с просьбой написать песню такую же, как «Я шагаю в Москве». Вот, и вот это, вот это, мне кажется, самое страшное, потому что лучше переждать вообще не делать. Но мне кажется, что в повторе вообще человек деградирует просто. Андрей Павлович, скажите, пожалуйста, а вот теперь, значит, что касается вот оркестровок, я, например, всегда узнаю вот вашу манеру, так сказать, когда я слышу музыку, я вдруг не знаю, но я думаю, а, это Петров, и я никогда не ошибаюсь. Лёгкая какая-то структура, что ли, я не знаю, как это назвать. То есть, такая челестообразная, скажем так. Вот, потому что, когда в молодости очень увлекался о Прокофьевом, и даже поступая в аспирантуру, написал такую работу музыковическую. А вы аспирантуру кончили? Вот, и он мне очень нравится, и я думаю, что вот этот стиль, вероятно, как-то через серьёзную музыку пришёл и в лёгкую музыку мою, и в кино. – Александр Александрович, а Гейдан или в фильме «Слёзы капали» он там спел? – А вы не собираетесь? Попробуйте. – Ну, понимаете, в чём дело. Я вам дало сказать, что когда я захочу, чтобы зрители, вот если мне понадобится такой момент, чтобы зрители встали и дружно ушли из зала, вот тогда я прибегну к этому средству. Потому что это будет самое замечательное средство. Тут просто уйдут все, кроме, так сказать, садистов, которые будут получать от этого удовольствие. – Александр Александрович, я думаю, что это вам не удастся, потому что зрители прошли, уже слышали таких певцов у нас, что, по-моему, они уже выдержатся. – Знаете, я с вами согласен, что у нас плохих певцов предостаточно, но всё-таки они хоть более-менее не фальшиво поют, а тут-то я-то буду петь фальшиво, ещё помимо отсутствия голоса. – Нет, нет, что вы, это? Вот это вам не угрожает. Вот то, что я когда-нибудь приду и скажу, Андрей Павлович, вы знаете, вот эту песню мне бы хотелось петь. Вот за это не бойтесь, этого не будет. Ещё с текстами я вас, может быть, буду обманывать, а, может, не буду, не знаю, так сказать, там, всучивая, значит, свои под маркой чужих, но этого вам бояться не следует. Субтитры подогнал «Симон» Когда я вот показываю песни или романсы, я показываю их и режиссёру, и своему неизменному музыкальному редактору, с которым, в общем, сделаны буквально все фильмы на киностудии «Мосфильм». Это Раиса Альсанна Калукина, прекрасный музыкант, опытнейший редактор. Я, например, показывал романсы для фильма «Жестокий романс». Очень важно было вот отразить эту стилистику русского романса где-то второй половины XIX века. Поэты, на стихи которых я писал музыку, это поэты современные, и, конечно, музыка тоже не должна быть только точной стилизацией романсов прошлого. В ней должно быть какое-то современное отношение, но в то же время в нём должны быть и приметы времени. И вот Раиса Альсанна Калукина очень всегда точно отмечала вот какие-то, может быть, отдельные интонации, отдельные ноты, которые как-то вот выходили за пределы вот этой стилистики. «Я зло на бабочку к огню, стремилась так неодолимо в любую волшебную страну, где назовут меня любимой, Где бесподобен день любовь, где не страшилась я в ненастье, Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье». Пришли мне времена, тебя то нет, то лжешь не морщась, я поняла, любовь, страна, «Где каждый человек притворщик, моя беда не вина, что я наивности обращу, любовь, обманная страна, обманная страна». И каждый житель в ней обманщик, зачем я плачу пред тобой, и улыбаюсь так не кстати, «Неверная страна, любовь, там каждый человек предатель». «Но снова прорастет трава, сквозь все преграды и напасти, любовь, весенняя страна, весенняя страна, Ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье». «Много лет уже работаем вместе, много лет, и я дирижировал и оперу вашу, и балеты дирижировал, и песни ваши дирижировал. И в это же время вы работали довольно интенсивно в кино. Как вот совмещаете вы работу вот в этих жанрах разных? Мешает это друг другу или наоборот помогает?» «В общем, так организационно иногда одно другому мешает. И, в общем, у меня были случаи, когда в разгар какой-то большой работы для музыкального театра приходилось на какое-то время, в общем, отходить от работы в кино. Вот. А если говорить о каких-то, так сказать, ну что ли, обоюдных влияний одного жанра на другой, казалось бы, так сказать, жанры абсолютно разные, но я работу в кино воспринимаю не просто как написание только вот музыки и только, так сказать, своей музыкальной части, а вот общение с режиссёром, с актёрами, вот как бы приобщение к воплощению очень больших и разнообразных тем и на жанрах, это очень много даёт для тебя просто, ну, для, так сказать, восприятия искусства, для понимания, что интересует вообще сегодняшнего человека, какие-то принципы воздействия на зрителя, на слушателя». «С кем вам труднее работать? С дирижёром, предположим, или с режиссёром?» «Нет, ну, везде, во всех профессиях есть, конечно, ну, как бы свои, ну, так сказать, своя такая профессиональная, ну, какое-то своё профессиональное психологическое братство такое. Поэтому я знаю, кстати, что вы тоже писали музыку в кино. Но, к сожалению, в последнее время это не делаете. Ну, а я думаю, что вы помните, что когда возникали какие-то споры во время записи музыки, то, что всегда легче всё-таки договориться композитору с дирижёром и дирижёру с композитором, нежели, так сказать, с режиссёром. Вот. Но это, естественно, может быть, проще по форме, потому что они понимают, так сказать, с полуслова разговаривают на соответствующем, так сказать, музыкальному языке. Но у режиссёров иногда бывают, так сказать, такие сейчас парадоксальные идеи, которые, вот скажем, к музыканту даже не придёт в голову, потому что они, так вот, на первый взгляд, это вообще невозможно. Это антимузыкально, это вообще непонятно, как это сделать. Эти неожиданные идеи даёт какой-то стимул, каким-то толчок к фантазике, к пробам, к экспериментам. Иногда получаются совершенно неожиданные и очень интересные вещи. Да, сейчас фильмов делается огромное количество, и вы один из тех счастливых композиторов, чьи песни поют, они уходят из кино, они переходят на эстраду, в концерт. Это бывает по-разному. Когда это случается, я действительно счастливый человек, но не всегда случается. Вот, скажем, в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал до двоих» я написал песню, которую прекрасно поёт в фильме Людмила Горченко, очень темперамент, очень, так сказать, экспрессивный. Я помню. Но песня, вот так сказать, с экрана не вышла. Ну, эта песня, это как и судьба человека. Иногда везёт песни, иногда не везёт песни. Но вашим многим песням повезло. Я надеюсь, что я буду много песен ваших дирижировать. Повторись, повторись, невозможное, Происходят порой чудеса. Эта юность глазами тревожными Заглянула в мои глаза. Имена, как теперь, осыпаются, Исчезают лица, как сон. Неужели в толпе затеряется Болгаренное лицо? Сквозь метель слышу голос твой, Встретимся в метро. Среди ночи весенний ласковый В душу холодом зимнем вдохнёт. На войны из блокады, из Ладоги Надвигается ладожский лёд. Надвигаются льды, надвигаются, И тревожат душу мою. То, как чаши весов качаются, То, как белые свечи встают. Сквозь метель слышу голос твой, Встретимся в метро. Я вообще очень люблю, когда мои песни и в кино, да и не только в кино, исполняют драматические артисты. Но почему в кино? Я думаю, что это понятно. Потому что, в общем, само, так сказать, Стремление к естественности, к достоверности, к правде, Которая в кино особенно ощущается. Всегда бывает интересно, в общем, Открывать каких-то новых поющих актёров. Иногда это бывает, так сказать, Даже в спорах с режиссёром. Он считает, что, может быть, Спокойнее пригласить какого-то другого Поющего актёра, но чтобы пел не тот, Который вот впервые снимается в кино, Да ещё будет впервые петь. Иногда даже сам актёр, Когда ты ему об этом говоришь, Он пугается. Но, как правило, всё-таки, так сказать, Удаётся уговорить. И что самое интересное, Что, в общем, почти у меня не было осечек Вот в этих случаях. И вот один из самых таких, Для меня очень дорогих, И случаев, которые я, так сказать, Часто вспоминаю. Это вот фильм «Я шагаю по Москве». Совсем молодой Никита Комихалков, Ещё студент, даже не окончивший Театральное училище. И вот он впервые снялся и впервые запел. Бывает всё на свете хорошо, В чём дело, сразу не поймёшь. А просто летний дождь прошёл, Нормальный летний дождь. Мелькнёт в толпе знакомое лицо, Весёлые глаза, А в них бежит садовое кольцо, А в них блестит садовое кольцо И летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, Но к жизни я пройди смогу. Молодой человек? Ты чё кричишь? Я пою. Гражданин! Что? Идите сюда. Зачем? Иди-ка, иди-ка. Что? Спой ещё. Это спой ещё Осуществилось почти через 25 лет В кинофильме «Жестокий романс». Шмель на душистый хмель, Цапля серая в камыши. А цыганская дочь За любимым в ночь По родству бродяжьей души. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, На закат, где дрожат паруса, И глаза глядят с бесприютной тоской По огромнейшие небеса. И вдвоём по тропе Навстречу судьбе, Не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, Не страшась пути, Хоть на край земли, Хоть за край. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, На свидание с зарёй на восток, Где тиха и нежна Розовеет волна, На рассветный ползая весон. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, Кривающий южный пчелок, Где серебрая буря, Как возле стекла А я, в любые ветер. Так вперёд, за цыганской звездой кочевой, На закат, где дрожат паруса, Глаза глядят Бесприютной тоской. Глаза глядят Бесприютной тоской. Поградеющие ветер. В кино случается всё. Часто бывает, что драматических актёров приглашают фильм не сниматься, а петь за кадром. Как это было, например, с Андреем Камероновым в телевизионном фильме о бедном гусаре «Замолонте слово». А бывает и так, что актёра, который вообще никогда не пел и даже об этом думал, вдруг просят попробовать спеть. Так случилось с актёром Валентином Гафтом. «Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я. Теперь волочусь один в пределах строгих, известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днём всё ближе. Темней усталых дум моих полёт стал низок, и мир души безлюдний и бедней». «По бороздам, серпом пожатой пашни, найдёшь ещё, быть может, в жизни след. Во мне найдёшь, быть может, день вчерашний, но ничего ж завтрашнего нет. Жизнь разочлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня в села, и что земля в лунных своих могилах безжазна навеки погребла». Я думаю, что не все драматические актёры имеют право, чтобы выходить и петь. Не все. Иногда надо, может быть, даже как-то подсказать артисту, чтобы он это не делал. У него есть доброе имя. Он популярный, красивый, достаточно силён в том, что он делает в своём драматическом мастерстве, и вдруг запел. Скидки на это быть не может. «Ах, мол, он такой милый, он всеми любимый, ну пусть и попоёт, нам приятно и на такого посмотреть». Это плохо очень. И такое явление, мне кажется, приобрело очень широкий размах. И в эстрадных концертах, и на телевидении мы часто видим артистов, думаешь, «Господи, зачем же он себя так дискредитирует?» Но это как-то прививается, и публике даже это нравится. Она приходит посмотреть на артиста. Но когда я, помню, смотрел картину «Два бойца», и когда Марк Бернес пел песню «Тёмная ночь», и когда я слышу её, когда поют другие артисты, даже те, которые, так сказать, просто профессиональные певцы, я вспоминаю только Марка Бернеса и лучше Марка Бернеса, никто эту песню, по-моему, не пел. Почему? Потому что за ним стоит судьба. Потому что за ним он обстает абсолютно в тех обстоятельствах в кадре. Когда поёт Николай Крючков, будь это в двоенных фильмах, которые люблю «Свинарка и пастух», или другие письма, это абсолютно вытекает. Вот он сейчас говорил, он играл, и это вытекает. Это тот же самый человек. Для меня он говорит или поёт это одно и то же. Это продолжение характера, выраженный только таким способом, только такими средствами. Это замечательно. А когда драматический артист поёт и старается быть точно такой же, как певец, как Кобзон или Муслим Магомаев, ну, зачем он это делает? Те товарищи это сделают значительно лучше и сильнее. Понимаете, многие артисты, может быть, переоценивают себя. Может быть, они часто в ванной поют или ещё в гостях где-то. Может быть, кто-то им напел, что они хороши, что им надо ещё и запеть, они все умеют. Я думаю, что не надо быть такими легкомысленными. Вот я говорил про других товарищей, но сам оказался в таком положении. Чем я оправдываю своё пение? То, что я пел, это вытекало из характера моего героя. Причём, если бы вы знали, сколько я про это думал, сколько я накопил, как говорят, бессонных ночей, не знаю, много ли, но были. Там есть одна фраза «Я пережил и многое и многих». Это слова Вяземского. Сколько за этим стоит. Только думал о том, хватит ли у меня голоса. Петь драматическому артисту надо не голосом. Ему надо петь тем, чего часто нет у артиста певческого. Петь надо видениями своими. Они приближаются к правде той, которую он ощущает как человек. Понимаете? И вот я запел. Играл я полковника такого мощного, сильного гусара со шрамом таким поперёк лица. А на самом деле, когда надо было петь, то я совершенно не был похож на этого полковника. Я был робкий, зажатый артист. А когда я увидел этот огромный зал на Мосфильме с оркестром и с дирижёром, то мне даже сделалось нехорошо. Это какого-то труда стоило, когда я подглянул на дирижёра и говорил, «Я дотяну до конца или нет?» И он говорил, «Ещё чуть-чуть». И я помню, что первые дубли были настолько плохие, что мне было стыдно смотреть Ильдар Александровича в глаза. И он мне делал такие замечания. Ну, вы знаете, я понимал, я такие замечания сделал бы другим. Он мне говорил, «Ничего ты особенно не старайся. Что ты там поёшь голосом, который у тебя нет? Старайся петь про что-то, ты понимаешь, и ничего не делай. Но ничего не делать-то очень трудно». Я вам скажу, дублей было одиннадцать. Одиннадцать дублей. И, наконец, один из них я дотянул до конца. Один из них. И бежал оттуда. И после этого, сами понимаете, я подумал, «Никогда в жизни я этого не сделаю!» Никогда! Для того, чтобы, вы знаете, надо готовиться к этому, надо иметь что-то, иметь навыки. Нужно много думать. Нужно упражняться. Нужно иметь учитель. Нужно иметь какую-то школу. Тогда только можно. Что касается меня, то мне жутко не везло с пением. Потому что я всегда пела под чужие фонограммы. Причём, даже если меня вызывали на прослушивание музыки, то всё равно всё заканчивалось для меня трагически. Потому что композиторам никогда не хватало терпения ну, как-то со мной работать. Я не то, что совсем музыкальный, не одарённый человек. Какой-то слух у меня есть, но мне нужно много репетиций. Я так привыкла работать. Им не всегда хватало терпения довести меня до конца. И поэтому я и в фильме, скажем, «Дульсиняя Тоботская» пела под фонограмму Лены Камбуровой. И, скажем, в фильме «Зимний вечер в Гаграх» я пела под фонограмму Ларисы Дольной. Ну, вот с Петровым как раз был интересный момент. Ну, во-первых, о бедном гусаре «Замолните слово» я всё-таки там прорвалась со своими вокальными данными и всё-таки пела сама. «Сердцотомная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Чего-то, 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 мне чего-то смутно жаль. Не хочу и не умею я развлечь свою хандру. Я хандру свою лелею, как любви своей сестру. Как любви, как любви, как любви, как любви, как любви своей сестру». Вот тебе варенье от Зизи, вот тебе ватрушка от Лулу, а вот пирог с грибами от самой мадам. Подвинься! И никто не приголубит, и никто не исцелит. Поглядишь, хандра всё любит, а любовь всегда хандрит. А любовь, а любовь, а любовь, а любовь всегда хандрит. В сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Чего-то, 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 мне чего-то... Я вообще к поющим драматическим артистам отношусь очень сложно. Это, конечно, прекрасно, когда актёру даёт возможность проявиться во всех своих качествах. Когда актёр музыкален, когда он может сам спеть. Но есть и другие примеры, когда это перерастает в какую-то самоцель. И есть вот фильмы, в которых актёры, которые поют сами, они, мне кажется, обедняют фильм. Потому что иногда это менее точно, чем если бы это делал, например, кто-то другой. Драматический артист в высшем учебном заведении проходит курс, класс сольного пения. Поэтому, если в театре его герой поёт, или в кинематографе, в фильме его герой поёт, конечно, артист, я считаю, должен петь сам, вот своего героя. Но поющий герой — это одно, а поющий артист — это другое. На эстраде и в спектакле — это разные вещи, когда поёт артист. Я за то, чтобы на эстраде, на концертной всё-таки пели люди, одарённые именно в этом смысле, одарённые, обладающие даром эстрадного певца. Ну, у меня было два, две роли, где, ну, в кино, в кинематографе, где мне нужно было петь. Первая роль — это Лукашина в фильме «Ирония судьбы» или «С лёгким паром». Там Микаэл Теревердиев написал песни для моего героя. И вот встал вопрос, кому их петь. Я пробовал петь это сам, действительно пробовал. Эльдар Александрович Рязанов настаивал на том, чтобы я это делал сам. Но потом оказалось, что есть человек, который сделает это гораздо лучше и сделал это гораздо лучше меня. Какие же могут быть тут вопросы? В фильме «Служебный роман», музыку, которому писал Андрей Павлович Петров, там оказалось по-другому. Там тоже написаны для моего героя песни Андреем Павловичем. И Петров настоял, чтобы это делал я сам. Честно говоря, в этом случае я уже долго отказывался, потому что действительно Серёжа Никитин в фильме «Ирония судьбы» это сделал лучше. Я хотел, чтобы он и здесь это делал. Но Андрей Павлович меня убедил. Он почему-то любит, когда артисты это делают сами. Облетают последние маки, Журавли улетают трубя. И природа в болезненном мраке Не похожа сама на себя. По пустынной и голой аллее, Шелестя облетевшей листвой. Отчего, отчего, Отчего ты себя не жалея, С непокрытой бредёж головой. Жизнь растений теперь затаилась В этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось, Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты, красавицу эту, Драгоценную душу твою Отпустить, 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 чтоб скиталась по свету, Чтоб погибла в далёком краю. Пусть непрочны домашние стены, Пусть дорога уводит во тьму, Нет на свете печальней измены, Чем измена себе самому. Замечательно спел Андрей Мехов в этом фильме. И можно представить себе, как проиграла бы сцена в фильме о бедном гусаре, Если бы Гафт в ней пел не сам. Актёры сейчас рассказали нам, как это трудно, хорошо и выразительность петь. И совсем не каждый актёр, не мечтающий петь, имеет право на это. Обычно, когда это удачно получается, то это, как правило, результат больших усилий и актёра, и композитора, и режиссёра. К сожалению, сейчас очень многие актёры, часто не обладающие необходимыми для этого данными, рвутся во что-то не станет к пению. И в то же время очень хорошие артисты, которые могли бы прекрасно петь, очень трудно соглашаются на это. Но я очень хочу попробовать всё же убедить их в этом, и стараясь использовать самые разные возможности для этого. Слушай, ну я действительно этим никогда не занимался. Ну, Кирилл, ты знаешь, я на самом деле считаю, что каждый хороший актёр может быть хорошим вокалистом. Ну, даже если он имеет очень небольшой голос, мне кажется, судя по твоему тембру, когда ты говоришь или читаешь, я чувствую, что ты можешь. А потом я что-то вспоминаю, что, по-моему, что-то было на телевидении. Ну, это было очень давно, это было на заре моей актёрской деятельности вообще. Это были ранние опереты Дунаевского. Да-да-да. Покойный Васильев, такой режиссёр, помнишь, был на телевидении? Да. Вот он ставил такое. Но это было очень давно, и потом это какая-то была такая... А я не помню, там какая роль там. А это была такая, помнишь, опереты «Женихи и ножи» Дунаевского? Со сценарием Катаева, там такая вот история. Я там играл Пашка, такой разухабистый молодой человек. Он такой лихой парень, который завоёвывает любовь там барышни. Ну, там всякие связаны с этим дела. Ну, бог с ним, дело не в этом. Ну, я тебе скажу, что вообще тайная мечта Катаева спеть есть у каждого артиста, по-моему. Потому что все очень хотят спеть. У меня, я не скажу, такая мечта тоже была когда-то. Но сейчас, когда уже мне, в общем, стукнуло 60, начинать вдруг петь какой-то, это в этом яшке-то вижу не очень. Петь никогда не поздно. Пение все возрасты, аккорды. Да. Я думаю, что тут, мне кажется, что главное заключается в том, чтобы, может быть, даже вот до первого раза не писать что-то, вот не специально какую-то для тебя новую песню. А потом, если всё получится, я с удовольствием нашу специально какую-то. Нет, давай решим что-то от первого и последнего. Нет, нужно вначале попробовать. Но вначале, мне кажется, вот, если что-то ты помнишь из моих песен, вот то, что ты знаешь, то тебе будет легко истисти. Я их на слуху, они все твои песни у меня. Потому что они такие запоминающиеся. Я, в общем, практически почти все твои песни знаю. Единственное, что я не знаю слов ни одной песни, как истинно русский человек. А я и сам. Тоже не все слова. Ну, и что ты хочешь, чтобы я спел? Попытался спеть. Ну, вот я не знаю, вот мне... Проговорить. Вот так вот образ, мне кажется, что очень такой, так будет естественно. Ну, скажем, вот, песня о друге из кинофильма будет причинена. То есть там, где действительно не нужно вокально петь, а вот именно такое очень напевание в полголоса, такое полуречитативное. Мне кажется, что вот эта тематика и образ этой песни, мне кажется, как-то будет естественно ложиться. Это вот то, что... Ну, и пока нас никто не слушает, давай попробуем. Да. Это я еще не знаю твой диапазон, а порой, наверное, в этом роде. Игни очень высоко. Ну, и сейчас на встрече одна, на встрече вида одна, Море встает за волной, луной, а за спиной спина, здесь усаный камень высоковатый. Море встает за волной, луна, а за спиной спина, здесь усаный камень высоковатый. Море встает за волной, луна, а за спиной спина, здесь усаный камень высоковатый. Море встает за волной, луна, а за спиной спина, здесь усаный камень высоковатый. Море встает за волной, луна, а за спиной спина, здесь усаный камень высоковатый. Мне кажется, все получится, потому что я уже чувствую, что все должно получиться. Мне кажется, что тонализ соль минор, и все будет нормально. Ну, давай, попытаемся. Мы еще встретимся с тобой, попоем. Обязательно, конечно. Андрей Мехков у меня запел впервые в нашем фильме с Игорем Александровичем. Ира Мазуркевич запел впервые. Ну, я уже не говорю там об Алисе, о Маделее Миронове, они и раньше пели. Теперь у меня задача, чтобы вы в ближайшем фильме запели. У меня с музыкой вообще отношения довольно-таки натянутые, будем прямо говорить. Например, с чего это началось? Я учился в детской школе предбилизской консерватории по классу виолончели. Замечает ли виолончелисты Копельницкого. Но мама моя и Копельницкий так переусердствовали, что до сих пор я равнодушен не могу слушать голос виолончели. То есть, чересчур я заработался с ними. Мы исключили виолончели. А, без виолончелисты. Хорошо. Ну, еще дело в том, что у меня по отношению, вернее, отношения с вашей музыкой. Мне не везло. Пели все. И Людмила Марковна Гурченко и так далее. А я не... Но играли. Я под вашу музыку только бегал. Играли на аккредюре. Только бегал. Только бегал. Играли на аккредюре. Я бегал в музыку в осеннем марафоне у Данелия. Это цам-цам-цам-рам-цам-цам-цам. Вот я, знаешь, бегу. Бежать, бегать я научился превосходно. Значит, в осеннем марафоне и в вокзале для двоих то же самое. Я тоже бегаю под вашу музыку. Совсем другую. Но все равно бегу. Так что, пожалуй, спеть я ничего не смогу. А вот сбегать с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то мне выпала честь большая сыграть вашу мелодию в фильме. Я играл пианиста, Рябинина в вокзале для двоих. Естественно, я должен хорошо владеть фортепиано и сыграть. Мы вместе с женой, которая прекрасно играет, она меня учила. Она меня учила, я разучил вашу мелодию в течение двух или трех месяцев. А чтобы была полная синхронность? Я хотел сам сыграть. Да, да. Пианиста играю, не могу сыграть. Я научился играть. Не спрашивали на ваших встречах, что-то вы играли на рояле? Спрашивают. Спрашивали, да? Я говорю, что я. Да. Я научился играть. Я научился играть. Действительно, я научился играть. Вот этот кусочек из этой моря. А вы не можете играть? Нет, сейчас нет. Я вам объясню, почему. Я научился играть. И наконец-то я прихожу на съемку. У меня дрожат руки, как у настоящего пианиста. Я все время нервные их потираю. Я все время разминаю суставы, чтобы он, наконец, блеснуть. Ставит пианино. Я сажусь за пианино, бью по клавишам, а струн нет. Это значит, что он пришел мне этой возможности. Он вынул струны. Мне пришлось играть под фонограмму. Вот такая была история. Так что даже и не сыграл я вашу мелодию. Но, Олег, значит, в общем так. Вы были велочелистом. Нет, я не был велочелистом. Пианистом. Аккордионистом. Я учился. Вы играли на велочели. На пустом аккордионе. И на пустом аккордионе. Теперь вы должны запеть. И я мечтаю, чтобы в одном из ближайших фильмов, или у Рязанова, или у другого режиссера, где нас судьба вместе сведет, вы должны обязательно запеть. Андрей Павлович, я очень благодарен за то доверие, которое вы хотите мне оказать. И был бы просто рад. Я думаю, что мы это осуществим. Я не завидую режиссеру и звукооператору, и вам. Но мне это доставило большое удовольствие. Скажите, пожалуйста, Андрей Павлович, ваш самый легкий и самый трудный фильм? Вы знаете, очень трудно ответить на этот вопрос, потому что были легкие фильмы, были и трудные фильмы, и очень трудные. Но я думаю, может быть, проще мне ответить, скажем, на материале фильмов Эльдара Александровича. Рязанова просто так, как бы немножечко сузить вопрос. Как ни странно, самым легким из его фильмов был фильм «Берегистов автомобиля». Музыка у меня шла довольно легко, довольно быстро, и из-за исключения минимальных каких-то поправок со стороны режиссера, в общем, все, так сказать, было принято. И, пожалуй, может быть, самый трудный из его фильмов, это был жестокий романс. А может быть, потому что несколько лет перед этим я сделал фильм тоже с Эльдаром Александровичем «О бедном тугасаре Козамова Теслова». Где-то там, может быть, время происходящего и жанр старинного романса тоже у меня была, так сказать, немножко такая боязнь повториться. Ну и, кроме того, мы знаем эту пьесу с известной романцем Кларисой, поэтому мне хотелось как-то написать музыку новую, но тоже как бы, чтобы она была достойна этой картины. Под лаской плюшевого пледа вчерашний вызываю сон, что это было, чья победа? Кто побежден, кто побежден, все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь, в том, для чего не знаю слова, в том, для чего не знаю слова, была ли любовь. Кто был охотник, кто добыча, все дьявольски, наоборот, что понял длительно мурлыча сибирский код, сибирский код. В том поединке своего ли, кто в чьей руке был только мяч, чье сердце ваше ли, мое ли, чье сердце ваше ли, мое ли, летело вскачь. И все-таки что ж это было? Чего так хочется и жаль, так и не знаю, победила ли, так и не знаю, победила ли, побеждена ли? Побеждена ли? Побеждена ли? Побеждена ли? Побеждена ли? Побеждена ли? И если она останется вместе с ним, если он запомнет ее, то он будет вспоминать и о фильме, и о тех мыслях и чувствах, которые этот фильм несет. И вот это общение музыкой со зрителем, стремление как-то установить между ними какой-то сердечный контакт, вот это мне очень интересно в работе в кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok